Мы решили создать космический аппарат, который полетит к Луне и проведет съемку поверхности с высоким разрешением. Основная такая цель, которую мы озвучиваем, это Аполлоны. Снять Аполлоны, снять луноходы, но в целом это в общем такое исследование, научное в том числе, которое до нас практически никто не проводил. То есть там был один спутник американский, он снимал с разрешением примерно 50 сантиметров поверхность, но это значит, что объект размером со стул будет виден в виде одной точки. Мы хотим сделать разрешение повысить минимум в два раза и увидеть подробность почти в два раза лучше. Ну то есть стул мы бы увидели как четыре точки, но все равно это достаточно высокая детализация для других космических тел и Луну в общем в таком разрешении практически никто не снимал. Поэтому мы хотим, это в общем интересная сложная техническая и научная задача и общественный интерес как раз привлекает вот эта тема с Аполлонами, поэтому мы ее все вместе объединяем и сформируем такой проект общественно-профессиональный. Это я думаю, я конечно надеюсь на поддержку Роскосмоса, на помощь в запуске, вот как минимум по крайней мере. И в общем я думаю там многим это тоже интересно и нам готовы помогать или там будут готовы помогать. Но сейчас пока вот таких официальных каких-то обсуждений мы пока не проводили и ну мы не пока у нас в общем спутника нет и пока рано говорить о том, что мы там куда-то уже на какую-то ракету встанем, куда-то полетим. Когда будет ближе к теме, когда мы уже будем понимать, что вот у нас спутник или сейчас или там будет в какое-то ближайшее время, тогда уже будет придет время вести переговоры, договариваться там либо с Роскосмосом, либо с другими сторонами. Микроспутников, то есть спутников менее 100 килограмм, туда еще не запускали. Был проект у японцев, по-моему, там был один большой спутник, у которого было два маленьких в сопровождении. Вот, а так по отдельности спутник самостоятельный никто не запускал, ни государственные, ни частные компании. Частники тоже периодически Луной интересуются, это больше такие тоже общественный интерес, там вот флешку запустить, там что-то такое, в общем, больше забавное, чем научное. И это все в Америке, в России на такое никто не замахивался, и мы вот первые решились. И мы понимаем, что это, конечно, сложно, что это такая тяжелая техническая задача, но, в общем, если не пытаться, то точно ничего не получится, поэтому мы решили попытаться. Идея, в общем, она отчасти, ну, как-то так спонтанно она у меня сложилась. Ну, во-первых, я как блогер, как популяризатор космонавтики, мне приходится общаться с большим количеством людей в интернете на космические темы. И я вижу, что очень часто постоянно возникает эта тема. Летали-не летали, Аполлоны там были или не были, есть или нет. И это вот, и причем все аргументы уже сказаны обоими сторонами, что тут эти уверены, что не летали, эти доказывают, что летали, и никто никого переубедить не может. И вот все это настолько надоедает, про этот флаг слушать, про этот грунт, про эти ракеты, вот это все одно и то же, одно и то же, и повторяется из раза в раз в любой новости, на любом сайте, по любой теме, вот только напишешь США и Луна, и все, понеслась. Вот. И так мне это надоело, что я думаю, ребята, давайте уже просто полетим и посмотрим. Ну что спорить, это можно до бесконечности. Это, в общем, Луна-то, она никуда не делась, там все стоит. Если все это летало туда, оно там стоит. Достаточно полететь и посмотреть. Давайте уже хватит время потратить там в интернете, давайте лучше соберем деньги, соберем спутник, полетим и посмотрим. Это, в общем, реально сейчас. Мы уже в будущем, мы уже школы делают спутники, мы давайте уже сделаем что-то действительно серьезное. Ну, а те снимки, которые сейчас есть, которые американцы делали, они уже позволяют посмотреть, и там все видно. Но многие не верят этим снимкам, ну, как американцы сняли себя и показали, вот мы там есть. Ну, кто-то там про фотошоп думает, кто-то еще что-то угодно там может думать. Ну, это объективно, никто, кроме американцев, Луны и модули не снимал. Вот как, верь, не верь, вот просто так. Вот. И мы хотим стать другими, кто поедет и снимет. Ну, мы снимем те места и посмотрим, что там есть. Места эти известны, точки все эти известны, все окрестности вокруг известны. То есть, если мы снимем то место, мы поймем, что мы не промахнулись. Вот. И мы сможем просто увидеть, там или не там, есть или нет.